Профессионал 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 Автор этой статьи сделала эти группы еще более популярными, что ужасно. Также появились куча клонов этих групп и так далее и тому подобное. Но мы сегодня поговорим, наверное, и о подоплеке создания групп этих ВКонтакте. И также все-таки, что больше меня волнует, что родители подростков, которые прочитали эти статьи, а их много в Фейсбуке, я думаю, конечно же, многие из них забились в истерике и стали истошно допрашивать детей, рисуют ли они китов и бабочек. Вот, поэтому давайте поговорим о том, на что следует прежде всего обратить внимание родителей в поведении подростка. Как определить эту грань, как не испугаться и как себя правильно повести? Ну, собственно, вы уже все ответы дали. Они не боятся и как себя правильно вести, да? Нужно разделять два явления. Одно – это самоубийство, у которого нет какой-то одной причины. Мы не можем сказать, что единственная причина того, что человек покончил жизнь, это то, что он читал какие-то соцсети, какие-то группы, какую-то литературу. Это явление всегда комплексное. Это и проблемы в жизни, и проблемы в окружающем мире. И, может быть, проблемы в отношениях, на работе. И если в этого все масло подливают в огонь подобные социальные группы, тогда это может стать катализатором, но никак не причиной. Поэтому бороться с группами в соцсетях – это значит бороться с последствиями, а не с причинами. Это один момент. Второй момент. То, что человек интересуется смертью, интересуется самоубийством, это вполне нормально. Тем более в таком возрасте. Так или иначе, ставим вопрос о том, для чего я пришел в этот мир, и как я уйду из этого мира. А добровольно ли я пришел в этот мир? Спросили ли меня, хочу я родиться или нет? Не спросили. А вот, может быть, когда я буду уходить, это должно быть по моей воле. И тут возникает целый букет вопросов, касающихся эвтаназии, самоубийства и так далее. И это вопросы, на которые нужно искать ответы, нужно размышлять о них, нужно думать. И единственный выход, когда у вас нет ответа, это просто все это запретить и вообще об этом не говорить. И тогда человек, который задается этими вопросами, он оказывается в полном тупике без ответа. И вот когда он без ответа, он начинает совершать разного рода глупости и необдуманные поступки. Дмитрий, пока мы далеко не ушли от старта нашего разговора, собственно, давайте мы продемонстрируем этот видеоролик, который сопровождает известную публикацию, которая так взбудоражила российское общество, и попробуем прокомментировать содержимое этого видеоролика группы смерти. 130 союзов подростков за полгода, видеоролик от «Новой газеты», а потом продолжим, Дмитрий Ольшанский у нас в эфире. И пристально, и предельно детально мы эту историю сегодня будем разбирать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Профессионал Ну вот этот видеоролик мы посмотрели, сразу ваша оценка. Что вам больше всего, скажем так, запомнилось, впечатлило? Что вы можете сказать об этом видео? Ну, мне кажется, что это субкультура просто, потому что несколько раз был этот месседж, что мы уже не дети, мы делаем то, что нам раньше запрещали. И какой-то вот протест такой подростковый во всем этом присутствует. Я бы сказал, что это определенная субкультура, и не нужно приравнивать ее напрямую к самоубийствам. Это разные явления. И когда нам пытаются запретить группы, общение, контакт, интернет, это борьба с субкультурами, это не борьба с самоубийствами, это не профилактика самоубийств, скажем так. Я не думаю, что это напрямую приведет к уменьшению числа самоубийств. Я думаю, что группы будут более закрытыми, будет еще что-нибудь придумано. Вот, потом, понимаете, в один день, да, конечно. Так это говорит о том, что люди убили себя в один день, это определенная субкультура. А вспомните на могиле Маяковского каждую годовщину кто-нибудь кончал с собой. Что теперь нам Владимира Владимировича запретить? Маяковского. Всех Владимировича Владимировича. Многие скажут да, конечно. Найдутся люди, которые скажут да. Лучше запретить, чем бояться. Скажут многие. Но они пытаются запретить, потому что они боятся. Потому что у них нет ответа на вопрос, что делать с этим. Ну вот, собственно, буквально на следующий день, после того, как эта история пошла гулять, Роскомнадзор отчитался от закрытия 8 или 10 тематических групп. Отчитались, хорошо. А ну окей, какой результат-то? Меньше стали убивать себя подростки? Ну пока еще трудно сказать. Теперь, видимо, пристально следите. Вопрос, кстати, вы скажите, пожалуйста, как долго сознание людей фокусируется даже на таких кошмарных историях? Ведь перестанут следить через пару месяцев. Ну, как и за любой историей, любая трагедия на какое-то время привлекает чужая трагедия, да? Рано или поздно интерес переключается, поэтому... Можете дать прогноз, глядя в эту ситуацию, как бы осознавая ее резонанс, сколько эта история будет действительно оставаться острая? Есть такое ощущение, что уже сегодня они стали забыть? Ну, как и любая другая история. Если дровишек не подбрасывать, то про Украину и про Сирию забыли бы тоже через неделю, понимаете? Если это не раздувать и не подогревать, то это довольно быстро проходит. Да, но это история общая, а тут скорее истории более частные. То есть я имею в виду, что родители подростков сильно забеспокоились. Ну и, собственно, традиционный вопрос, что делать? А так это хорошо, что забеспокоились. Вот это прекрасно. Вспомните о своих детях, поговорите с ними, поговорите с ними о жизни и смерти, о самоубийстве. Поговорите с ними о том, как вы были подростками, как вы думали о смерти, как вы думали о смысле жизни. Почему нет? Это хороший повод встретиться с ими детьми, поговорить на серьезные темы, а не про оценки, не про двойки, не про Марью Ивановну, не про сменку. Дмитрий, а как вы думаете, почему эта история, она когда прозвучала, все, конечно, в шоке, в легком пребывают, но никто и вслух не сказал, что это история о том, что надо вообще контролировать как-то то, чем живет ребенок. Правда же, когда ребенок в 2 часа ночи сидит в интернете, у тебя за стенкой в твоей квартире, в вашей общей квартире, в вашем общем жилище, но это не очень нормально. И когда ребенок это скрывает, это тоже не очень нормально. Почему родители этого не знают? Ну вот я это склонен воспринимать скорее как повод для контакта между родителями и детьми. Поговорите со своими детьми, чем они у вас занимаются. И тут вот нам в конце видео было сказано такое, значит, кнопочка тревоги для родителей. А вы знаете, чем занимаются ваши дети? Может быть, в данную минуту они читают? Да, действительно, я подумал, может быть, мой ребенок в данную минуту это читает. Но мне есть о чем с ним поговорить. Я бы с ним поговорил о самоубийствах. Почему нет? Это такая же разговариваемая тема, как и все остальные. Тем более, если ваш ребенок-подросток, что нет тем, о чем с ним поговорить, о контрацепции, о спиде, о самоубийствах, о смысле жизни, о девочках, о мальчиках, о любви, о сексе. Еще один повод поговорить со своими детьми. Не упускайте его. Пользуйтесь им. Поговорите о самоубийствах с вашими детьми. Что касается аккаунта ВКонтакте, который, ну, если мы запретим ребенку-подростку аккаунт ВКонтакте, я думаю, что он сильно расстроится и, в общем-то, будет прав. Так и мы будем тем самым подогревать протест еще больше. Совершенно верно. Соответственно, как достичь того уровня доверия, чтобы ребенок спокойно оставлял его открытым? Чтобы ты мог, так сказать, в два часа ночи, когда уже ребенок твой лег спать, так и все же проверить, что за группы, что он пишет и надо ли это делать. И можно ли обойтись от этой полицейщины и как-то ее влиять, да? Не хотелось бы все-таки скатываться в эту конструкцию. Так, а это более пространный вопрос. Как наладить контакт со своими детьми? Как сделать так, чтобы вы им доверяли и они вам доверяли? А как сделать так, чтобы вам не хотелось залезать в чужой контакт? Пусть у него будет толика личной жизни, в которую родитель не суется, что это тоже нормально. Пусть будет что-то, чего вы про него не знаете. У него какая-то своя интимная жизнь может быть. Он хочет делиться, а может быть и не хочет делиться этим с вами. И тут к родителям вопрос. Почему вы хотите на каждом шагу контролировать ваших детей? А почему вы не доверяете вашим детям? Почему вы не считаете, что они могут сами принимать какие-то решения? А тут я бы задал вопрос родителям, конечно. Они пытаетесь контролировать на каждом шагу ваших детей. Вот я сейчас пытаюсь представить, что думают те родители, чьи дети таки все же покончили с жизнью самоубийством. Наверное, первое, о чем они жалеют, это то, что они не контролировали социальные сети своих детей. Не так, Дим? Я думаю, что не в социальных сетях дело. Еще раз повторю. Если ребенок покончил с собой, то это явно не потому, что... Номер один. Он первый читал социальные сети. У него наверняка были какие-то проблемы в его жизни с родителями, друзьями, противоположным полом, взрослыми, какими-то государственными инстанциями, я не знаю. И когда этот протест, негатив, еще подогревается запретами, запрещениями, скандалами, конфликтами, то, естественно, подросток зажимается и загоняет проблемы внутрь. Он не говорит о них. И тут на помощь приходят социальные сети и говорят, плохо тебе? Да кончай с собой, господи. Есть выход. Вот, выход всегда есть, да, можно повеситься. Отличный выход. И это спусковой крючок всех тех проблем, которые накопились раньше. Так нужно решать проблемы. Я, честно сказать, извини, что я перебила, не встречала подростков, у которого не существует проблем. Так и отлично, а я ни одного взрослого такого не видел. Ну, ты психоаналитик, тебе сам Бог велел. Вот, и детей я не видел тоже, у которых нет проблем. Человек и жив до тех пор, пока он решает какие-то проблемы ему, что-то непонятно, с кем-то у него конфликты, с кем-то у него недопонимание, кому-то у него чувства, а иногда чувства безответные. А счастье, как говорится в одном фильме, это когда тебя понимают. А часто тебе кажется, что тебя не понимают? Ну, в подростковом-то возрасте уж точно. Уж всяко не родаки, которые вообще ничего не понимают в этой жизни. Вот, понимаете? И вот в этом проблема, с этим надо работать. Так можно запретить социальные группы, можно запретить Маяковского, можно еще что-то запретить. Это ни к чему не приведет. Я так понимаю, что не первый раз в жизни это практика, так сказать, мейнстрима самоубийств. Напомним, если бы это было, по-моему, в начале 20 века, Серебряный век, да, там, по-моему, сплошь и рядом, собственно говоря, были секты, которые, и описывается это в популярной литературе, тоже сплошь и рядом. Я к чему говорю, что тема-то не нова, и проблемы-то не новые, но как их решать, вот вопрос. То есть, если ты, вот нам, например, есть такой портал, такие дела, нам советуют суицидолог, что беспокоиться надо тогда, когда поведение ребенка резко изменилось. Так это? Резко изменилось в какую сторону? Вот пишет нам суицидолог, что неважно в какую сторону, например, подросток всегда был задумчивым, стремился к уединению, вдруг стал слишком оживленным, болтливым, или всегда был активным, а тут внезапно начал замыкаться и перестал делиться новостями. То есть, важно, что ребенок изменился. Меня удивляют при этом родители, которые этого не заметят и не поговорят об этом. И нужен какой-то специалист, эксперт, который скажет, нужно обратить внимание, если ваш ребенок резко изменился. Я не знаю, мне кажется, 90% нормальных родителей не нужен эксперт, и родитель так или иначе заметит, что поведение ребенка изменилось, может быть, задать вопрос. Заметит и пойдет, как вы говорите, поговорить. Ведь можно так поговорить с ребенком, что лучше бы и не начинать. Есть здесь какие-то, может быть, советы, чего категорически нельзя допустить в разговоре в этом? Потому что, понимаете, можно подойти к ребенку, ну-ка, выключил все, выключил все, спать, лев, и так далее, да? И реакция будет прямо противоположной. Вот это, опять же, возвращаясь к тому, о чем мы сказали, вопрос доверия. У меня вопрос простый, как? Как это сделать так, чтобы это было аккуратно? Как начать этот разговор? Я бы ответил тоже кратко, по-человечески. Если ваш ребенок для вас самостоятельная личность, другая личность, другой человек, то разговаривать с ним нужно по-человечески. Представляете, какой процент людей скажет, да, для меня мой ребенок это самостоятельная, другая личность. Слушайте, ну таких родителей единицы, Дмитрий. Отсюда вывод. Воспитывать нужно не детей, воспитывать нужно родителей. Мой любимый товарищ Макаренко. Нужно воспитывать родителей, тогда и дети будут воспитанными. Если родители будут воспринимать своих чат, как равных себе, других людей, может быть, они что-то не знают, чего-то не умеют, чего-то не могут пока что, но это другой человек. И у него может быть своя какая-то жизнь. Он может делиться с тобой, а если ты хочешь, чтобы он с тобой поделился, так надо с ним выстраивать отношения. Это история про то, как не допустить эту ситуацию в будущем. Вот мы берем с этого момента, условно говоря, с 19 мая начинаем и не допускаем этого в будущем. А если есть уже ситуация, которую нужно решать прямо сейчас. Если, предположим, уже киты, бабочки и группы. Уже киты, бабочки, да. В ВКонтакте. А я бы сказал, что любую ситуацию нужно решать так, потому что вопрос наркомании то же самое. Профилактика ВИЧ-инфекции то же самое. Разговаривайте, будьте на контакте с вашими детьми. Это единственный совет. Профилактика наркомании, профилактика СПИДа, профилактика суицидов. Доверяйте вашим детям и делайте так, чтобы не доверяли вам. Они будут чем-то делиться с вами. И если у вас получится находиться в роли старшего товарища, который немножко больше знает, и родаки-дураки, конечно, но у них информации немножко больше. И вот если ребенок иногда будет прислушиваться к этой информации, которая у нас немножко больше, а может быть, нет, не больше, а может быть, у нас больше вопросов, а больше недопониманий об этой жизни, потому что родитель тоже не все знает на свете, да, и тоже что-то не понимает. Хорошо ли мы делаем, когда показываем ребенку, что мы тоже не все понимаем и не все знаем? Ну так это что-то человеческое у нас открывает. И родитель не бог. То есть не потеряется ли от этого авторитет родителя? А если авторитет держится только на этом, то грошится на этому авторитету. Если авторитет держится на каком-то пьедестале знаний, ремне и так называемом жизненном опыте, которых у родителей якобы больше. Вот, если авторитет держится только на этом, то грошится на этому авторитету, да, авторитет держится на доверии. И родитель может что-то не знать, но при этом быть, вот как я сказал, старшим товарищем, старшим другом своему ребенку. И это залог профилактики всех текущих, будущих и настоящих проблем. Вот пишет нам наша слушательница, я тоже пыталась покончить жизнь самоубийством. Стоит ли об этом говорить ребенку в подростковом возрасте? То есть вот сейчас у нее дочка такого же возраста. А у дочки есть вопрос об этом? Да, вот если дочка спрашивает, мама, а ты думала когда-нибудь о самоубийствах, пыталась ли ты это сделать? Тогда можно об этом поговорить. Если у дочки нет этого вопроса, то он возникнет вдруг неожиданно. Да, то если мама привносит это, тогда вопрос к маме. А почему она хочет дочке рассказать о самоубийствах? Почему она эту тему хочет вести? Я не говорю нет, но это вопрос маме. Почему она хочет это сделать? Мне было бы любопытно. Друзья мои, сделаем небольшую музыкальную паузу. Тематическая композиция вспомнилась, после которой будут молнии. Потом мы продолжим разговор с Дмитрием Ольшанским о ситуации, которая всколыхнула практически всех за сколько дней прошло? Недели, да? Не больше. И до сих пор круги по воде расходятся, паузы потом продолжим. Дмитрий Ольшанский, психоаналитик у нас в гостях. И мы говорим, кто и зачем создал группы сцедальные ВКонтакте, группы смерти и также что делать родителям. Вот что делать, например, если ты в аккаунте своего ребенка нашел такие странную группу и уверен, что она опасна для него. А я сейчас подумал, что делать родителям, вот то, что мы с вами делаем. Мы сейчас зашли в эту группу и почитали просто. Я хотя бы узнал, что это такое и на 90% ничего страшного я там не увидел. Ну да. Там история же о другом. Там история о том, что человек постепенно втягивается в определенную игру. Потом есть вообще мысль о том, что все эти штуки, они параллельно совпадают со всевозможными квестами и столь популярными. Опять же, они имеют элемент тайной секретности, когда ты не знаешь, кто с тобой разговаривает. Присвоение кода. Ты выполняешь определенные задания. Ребенок в эту историю втягивается. Одно из условий – это секретность. Поэтому родители об этом и узнать не узнают. Вот у меня на самом деле вопрос здесь один. И он остается тем же самым вопросом к родителям. Есть какой-то универсальный рецепт, по которому можно понять, что ребенок твой каким-то образом отвлекся. Не списывать это на то, что ему там, не знаю, 12-13 лет, понятно, какой возраст. Каким-то образом это дело отфиксировать. Есть универсальные рецепты удержания контроля и удержания руки на пульсе, при этом, да, сохранения дружеских отношений с собственным ребенком. Ответ такой, универсального рецепта нет, потому что все дети разные, все родители разные. Это один момент. Второй момент – не пытайтесь все на свете контролировать. Это два. и рано или поздно ваш ребенок все-таки покинет вас и он должен от вас отделиться и родитель, как мне кажется, должен работать на то, чтобы помогать ребенку обрести самостоятельность и рано или поздно отделиться и жить своей собственной жизнью. Это два. То, что ребенок чем-то начинает интересоваться, увлекаться, я говорю, что бывают разные опасные увлечения, не обязательно суициды. А так это нужно интересоваться, нужно быть в курсе. Это три. И в этом смысле, еще раз повторю, знать самим, что это такое, самим почитать эти группы, посмотреть, обсудить, спросить у ребенка, что он об этом думает и так далее. Нет неразговариваемых тем. Любая проблема, она исходит из того, что о чем-то когда-то не вовремя поговорили или не поговорили вовсе. Это и наркомания, и заболевания, не передающиеся половым путем, это и самоубийство, и так далее, и так далее. Ну вот нам, собственно, слушают нас и пишут, наш пользователь Наталья, все ясно, что надо общаться с детьми, дружить и прочее. Но неотвеченным остается один вопрос. Что делать родителю, если его что-то насторожило? Конкретно, что делать? Какой алгоритм, с точки зрения психологии, здесь можно применить, чтобы не отвернуть ребенка от себя еще больше? А что родители почувствовали в это время? Вот, скажем, вы увидели у ребенка эту группу, что вы почувствовали? Вам тревожно стало? Или вы беситься начали? Или у вас гнев? Или еще что-то? Почему ребенку, подростку, не сказать об этом? Потому что меня это крайне встревожило, например, я испугался, я боюсь. Почему бы папе не испытывать иногда чувство страха? Это вполне нормально. И сказать своему ребенку, я за тебя боюсь, потому что я не бог, я обычный человек, мне страшно. И, может быть, ты со мной поговоришь и объяснишь мне, что это все такое, чтобы я не боялся, предположим. Почему нет? Не бойтесь ребенку говорить о своих чувствах. Или вы разгневались и вы говорите, меня это бесит все, просто страшно вообще. Или немедленно я узнаю, что это такое, или я начну табуреткой кидаться в окно. Другой вариант. Или третий, я не понимаю вообще, что происходит с тобой, я не понимаю, что происходит со мной, я не понимаю, что происходит с нашими отношениями. Это третий вариант. Придумайте четвертый, придумайте пятый, придумайте свой вариант. Люди хотят понять, какой вариант наименее опасен с точки зрения потенциального риска, потому что любой из этих вариантов может ребенку еще больше замкнуть на самого себя. То есть главное не обвинять, насколько я понимаю. А мы не знаем. Не обвинять, да, это хороший совет, но тут нужно от чувств исходить. Ты что почувствовал, когда ты прочитал эту... Вот я сейчас две минуты назад прочитал эту группу, и я совершенно спокойно могу со своим ребенком это обсудить. То, что я там увидел, порезанные вены, киты, значит, это тема разговариваемая. Я могу сказать, что я почувствовал. Ему я могу сказать. Он мне ответит, что он почувствовал по поводу всего этого. Дмитрий, а как вы контролируете собственного ребенка и то, что он делает в интернете? У вас есть какой-то собственный рецепт? Нет, я не контролирую своего ребенка. Еще чего. У него два аккаунта, и на оба у меня входа нет. Вы не друзья ВКонтакте? Мы друзья ВКонтакте, но я не читаю то, что он там пишет, и у меня нет входа на его аккаунт. Мы можем переписываться, конечно, из соседних комнат. Но все-таки лучше, да, дверь-то открыть. Можно хотя бы перекрикиваться. А компьютерные игры, да, это реальность? Они есть? Ну, они есть у любого. И ребенка, и взрослого даже они есть. Я иногда захожу и смотрю, во что он играет, конечно, да. А мне, как правило, скучно, и я ему сразу говорю об этом, что это фигня вообще. Я не хочу этим заниматься и тратить свое время. Он говорит, пап, ты ничего не понимаешь, а мне весело. А так и прекрасно, так и прекрасно. Он другой, он не такой, как я. У него свои интересы, у меня свои интересы. Я сижу, читаю Хайдеггера, ему это скучно. Это нормально, когда у родителей и детей разные интересы. Чтобы не потерять доверие ребенка, ему нужно все разрешать. Я бы не сказал все разрешать. Нужно понимать, почему ему это стало интересно. Вот я прекрасно понимаю, почему Танчик интересно. Я зашел, посмотрел, полчаса я там посидел, поиграл. Я понял, почему это интересно. И дальше мне уже не интересно. Он пусть занимается, если ему это интересно. Я послушал музыку, которую он слушает, тоже там пару часов послушал. Я понял, почему ему это прикольно, почему ему это нравится. Отлично. У нас вкусы не совпадают, вкусы расходятся. Но он может делать то, что он хочет. Разрешаю ли я все на свете? Нет, конечно. Ну вот я бы хотела зайти с другой стороны. Мы сейчас смотрим со стороны пользователя и участников этих групп, и также родителей их. А если мы посмотрим со стороны создателей этих групп, то есть кто они? Вот давайте попробуем составить некий психологический портрет. То есть, как бы, грубо говоря, зачем? Кто и зачем создает такие вещи? Ну, это можно фантазировать сколько угодно, что это может быть. Или это маркетинг, или они что-то с этого имеют. Может быть, они эти квесты самые продвигают, может быть, еще что-то, какие-то услуги, какие-то товары. Мы этого не знаем. Мы пару минут эту группу посмотрели, надо более детально анализировать. Известно, Дмитрий. Там, собственно, за попадание в секретные группы там отсеивают всех за лишние вопросы. А, что-то оплатить надо, да? 100 рублей. А, ну вот, понимаете, элементарно, да? Экономика базис любой интеллектуальной надстройки, как говорил наш дорогой Карл Маркс. Можно ребенку эту мысль подсказать, учитывая, что, в принципе, все, что ему нужно, все, чего он хочет, так или иначе завязано на то, что ты сначала отдаешь деньги. Он эту модель видит с самого начала. Так, а то, что ты ему объяснишь, это ничего не поменяет, потому что любой мультик что-то стоит, любой фестиваль что-то стоит, любой квест что-то стоит, это не убивает наш интерес. Да, то, что я покупаю книжку за деньги, и издательство получает эти деньги, не заставляет меня отказаться от книг вообще. Вот они тебя используют как читателя. Да, они меня используют как читателя. Но я от этого гораздо больше удовольствия получаю. Вот, это не изменит ничего рассказать ему, что да, на тебя наживают, так все на нас наживаются. Скажет, он и будет, в общем-то, прав. Получается, что... Вот, в этом смысле, да. Это мы можем понимать, что... А, и тут интересный переход. Смотрите, если у всего этого есть экономический базис, то регулировать это можно тоже экономически. Это не обязательно запрещать. Просто не давать денег, и все? Вот я об этом подумал, что можно перекрывать просто экономический краник этому всему. А запрет — это последний уже, значит, метод, последний инструмент, который... Он говорит о чем? Он говорит о том, что все предыдущие методы не работают. Вот такая мне мысль пришла в голову, что у государства очень много рычагов регулирования. И если оно прибегает к самому последнему запрету, это значит, что все предыдущие не работают, или оно не умеет ими пользоваться просто. Есть экономический рычаг, как перекрыть это все моментально. Они им не пользуются. Вопрос почему? Может быть, и не получают с этого процент какой-то? Интересная мысль. Ну вот у нас тут есть еще один достаточно подробный материал об этом. Ну вот, например, Филипп Лис. Это один из самых активных создателей групп. Вот этих вот групп, о которых мы... Ну, в общем, я думаю, что все уже прочитали, поэтому могут ознакомиться сами с их названиями. То есть, получается, что несколько создателей, и все они имеют разные мотивы. Ну, предположим, экономический мотив понятен, мы его сейчас отодвинем. Есть люди, которые говорят, что они, наоборот, спасали подростков, собирая их на приманку, и таким образом отговаривали от самоубийства. А есть вот откровенный создатель групп, которому просто нравилось этим заниматься и нравится по сей день. Ну, что же, хорошая мотивация. Все мы занимаемся тем, чем мы занимаемся, потому что нам нравится. То есть нравится доводить подростков до самоубийства. Ну, вот тут меня с точки зрения закона интересует. Вот, и к этому гражданину тогда применяется статья УК РФ. Я не помню сейчас номер, да? Если он прямо говорит о том, что он доводит до самоубийства, то это просто статья УК РФ. Это опять же решается при помощи вот уже вышеупоминаемого Следственного комитета РФ. Довольно просто решается, но никто этот вопрос не решает. А тогда вопрос, а почему самое элементарное, самое простое действие не делается, а раздувается весь этот мыльный пузырь в интернете с публикациями в СМИ, газетах, руганью между родителями и так далее, хотя краник перекрыть элементарно две минуты. Ну, возможно, но тут, я так понимаю, сложно достаточно доказать все это. Вот тут нам пишут комментарии. Наркоману сначала урежь финансы, а потом запрети. Ну, тут же вопрос тоже, как сказать, вот мы во время того... Не давать 100 рублей, чтобы он там код куда-то вводил, да, но это что? Я думаю, что в худшем случае он залезет тебе в карман, когда ты будешь спать и возьмет эти 100 рублей. В худшем случае. Вот. За вашу реплику про танчики вот зацепились. А как, собственно, все-таки разграничивать, где можно, где нельзя? Восемь часов, например, ребенок сидит и играет в те самые танчики. Вот это уже ответственность родителя. Никто вам не скажет, никакой психолог, никакой педагог, что нормально, что нет. Если вы, родитель, считаете, что это нормально, это ваша ответственность. Вы так решили. Вот как вы решите, так и будет. Если вы считаете, что это ненормально, тогда принимайте меры, действуйте, разговаривайте, ищите способы. Это степень ответственности родителей. И тут я родителям хочу сказать, не расслабляйтесь, работайте над собой, работайте над отношениями. Это, наверное, вещь, которую я сегодня весь час повторяю. Да-да-да, но мы никак не найдем, собственно, кто учитель, кто поможет в этой работе. Подсказчик, я не знаю, потому что научить-то, можно, знаете, разные методы воздействия на детей. Кто-то пойдет, ремень возьмет, и скажет, ну-ка, вырубил все. Это же тоже не вариант. Тоже вариант, почему нет? Почему? Это он так решил, это его способ, модель поведения. Почему нет? И в этом смысле я не противник таких действий. Папа так или мама, да, так решила, и она так поступила. Почему нет? Это ее решение. А вот что она дальше будет с этим делать? Вот как она дальше оценит свой поступок, да? Будет ли она это воспринимать как немотивированное насилие? Будет ли она раскаиваться? Будет ли она испытывать чувство вины? Или нет? И как ребенок на это прореагирует? Увидят ли они, что отношения закрываются от этого? А может быть нет, наоборот, они решаются. Иногда нужно прибегать к каким-то ардикальным мерам, запретам. А почему нет? А тут спектр очень широк. Вот я об этом стал говорить, что запрет это уже последняя мера. Если вы воспользовались всеми остальными, уже не работает, никакие слова не помогают, и вас просто не слышат, но иногда нужно переходить к действиям. Почему нет? Приходит на помощь волшебный ремень. Бывает. Бывает. Так, что нам пишут наши слушатели и читатели Фонтанки? Вот пишет нам Елена, иногда мне кажется, что статья сама по себе, мы говорим про публикацию в новой газете, это своего рода провокация. Слишком много внимания тяжелой теме. Как мы можем это прокомментировать? Вот тут же нам пишет еще, что, конечно, надо об этом молчать. Вот, Роском что-то там. Уже запретил указывать причины. Это очень хорошая вообще тема для России. Если есть проблемы, то лучше всего о ней молчать и делать вид, что ее нет. Как в этом анекдоте. Сядем в вагоне, задернем шторки, будем делать вид, что мы едем. Вот так и тут. Ну, они подняли эту тему. Тех, кого касается, те, кому интересно, те, кого действительно это волнует, они читают. Те, кто как бы мимо, у ребенка совсем другие проблемы он решает сейчас, скажем, мне касается самоубий, что-то другое у него. Так они и не читают. И зацепятся просто глазом, что называется, за эту тему. В этом смысле, пусть информация будет. Те, кому она нужна, они ее найдут. Те, кому она не нужна, они просто пройдут мимо, и все. Я немного удивлена, что, собственно говоря, только сейчас всплыла эта тема в сети. Я помню, там в моем детстве были эмма, да? Да, были. Это же было то же самое, по сути. И, насколько я помню, и самоубийств, там было достаточное количество культуры. Это черно-розовая, она тоже была в определенном смысле в мейнстриме. Да, там то же самое было. И тема кладбищ, и какие-то покойники, и гробы, значит, рок-музыка. Хочу напомнить, что никаких социальных сетей тогда и в помине не было. Как-то эти эммы друг друга находили и, в общем, вполне себе успешно кончали жизнь самоубийством. А да, кто-то кончал, кто-то нет, кто-то благополучно переживал это все. Эта проблема в том, что ребенок задается вопросом о смысле жизни и о смерти. Как я сюда пришел и как я отсюда уйду? Вот об этом вопрос. И ничего страшного в этой теме нет самой по себе. Все мы родились, все мы умрем. Каждый человек, это нормально для каждого человека думать о своей смерти. А момента море? Ну, в общем, да, я думаю, что тема смерти, она как бы более или менее, когда решается нижняя часть пирамиды Маслова, она возникает у человека. А если не решается нижняя модель пирамиды Маслова, то тема смерти возникает само собой. Ну да, в общем, нелогично. Все равно трудно сказать, так мы не ответили, точнее, так сказать, не нашли мы универсального рецепта. Вот такой вот, вот понятно волшебный ремень, понятно доверие, понятно, что контроль над группами ВКонтакте, даже родителей, это все равно не панацея, потому что, вот только что мы просмотрев эту группу, поняли, что ничего такого уж прям, что такого, эй, вы все, давайте-ка, дружного в море нету. Вот опять нам пишут, что ребенок сначала втянется, а потом становится вообще неуправляемым, ну это логично. А так он может втянуться во что угодно и стать вообще неуправляемым, он и в группу Битлз может втянуться и стать вообще неуправляемым. Вот что теперь, запрещать следствие? Я вот к этой мысли постоянно возвращаюсь. Причины, причины нужно искать, а не следствие. Хорошо, ну а мы можем как-то вот создать альтернативу, я думаю. Вот я смотрю, предположим, условно говоря, мой ребенок состоит в этой группе, да, я говорю, давай так договоримся, давай ты выйдешь из этой группы, ну давай вот найдем еще какую-то группу. я бы тоже вступил в эту группу. Ну, это само собой переписывался вот с ним под ником. Да. Ну, к примеру, то есть всеми путями мы ищем контакт, но бывает же такое все-таки, что контакт потерян, и тогда что? То есть что мы можем предложить взамен в данном случае вот этой вот жуткой теме? Вот это хорошая идея, кстати, что-то предлагать. Не надо запрещать, нужно предлагать альтернативу. Есть вещи не менее интересные, скажем. Если вам что-то не нравится в том, что делает ваш ребенок, так предложите то, что им будет интересно, а то, что им будет более интересно, то, что будет более провокационно, то, что будет более революционно, более протестно, там, где он сможет показать факт всему обществу еще более явно. Придумайте, предложите, работайте над собой. Пишет нам наша слушательница, так как вытащить-то оттуда? А почему надо вытаскивать оттуда? То есть, грубо говоря, если мы черта рассмотрим, то не так он страшен вблизи, так что ли? Я думаю, что да, я думаю, что да. Нужно интересоваться тем же, чем интересуются ваши дети, и может быть, вы перестанете бояться каких-то придуманных мифов и фантомов, потому что кто-то через интернет совершенно благополучного, счастливого, успешного, любимого ребенка может довести до самоубийства. Этого быть не может. То есть, грубо говоря, на фоне полного здоровья это невозможно. Ну, я имею в виду здоровье психологическое, что называется. Ага. Если у ребенка есть смысл жизни, есть интерес, если он чем-то увлечен, ему что-то прикольное, ему что-то доставляет удовольствие, он может сколько угодно читать про самоубийство, про смерть, про кладбище и так далее. Если он любим, востребован, и он знает, что он тут делает, для чего он тут рожден, то ничего с ним не случилось. Ну, стало быть, любите своих детей, уделяйте им внимание. Вот универсальный совет. Любите друг друга. Я думаю, что, в общем, увы, но ничего нового никто не придумал. Дмитрий Решанский, спасибо большое, что зашли к нам и поговорили на эту сложную тему. Спасибо.